Перед вами винная карта. В каждом заведении могут быть свои особенности для ее формирования. Понятное дело, что в заведении такого формата, как Fight Rabbit, винная карта содержит большое количество представленных вин. В нашем случае их около 300. В других заведениях может быть значительно меньше. Но везде есть основные элементы структуры. Давайте разбираться. Итак, практически в любой винной карте есть раздел с винами по бокалам. Здесь вы можете заказать абсолютно любое вино. Можете попробовать игристые, белые и красные вина. Далее, как правило, в винных картах располагается раздел с игристыми либо шампанскими винами. Конечно, здесь лучше обратиться к самеве, который поможет правильно подобрать вино под ваш запрос. Но если вы вдруг решаете заказать самостоятельно, помните, что остальная часть винной карты состоит из разделений на белые и красные вина. Возможно, также будут представлены дежестивные позиции. Чтобы заказать вино в таком случае, вы можете опираться на знакомые слова. К примеру, вы уже знаете, что есть такой сорт винограда, как шардоне, либо савиньон бланк. Если мы говорим про красные, то здесь могут встречаться мольбек, мерлок, каберне савиньон. Можно изучать винную карту и по ней. Если вы знаете про определенные винодельческие регионы и страны, то, конечно, лучше прибегнуть и к этим знаниям. Но всегда, практически в любом заведении, есть сыновья, который поможет вам свою другу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!